Продолжение следует... А всего-то Марк Твен изложил на бумаге и приписал английскому премьеру Бенджамину Дизраэле следующее выражение. «Существует три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика». Всережимная фраза в нашей действительности приобрела еще одно качество – ложь, тщательно скрытая. Вот и секрет от доли малого и среднего бизнеса в экономике России славные труженики Росстата долго хранили и упорно хранили. Только два года назад выделена грана на кредит цифру 21,9%. Это доля в экономике страны. Это, конечно, ни в какие ворота в сравнении с экономикой развитых стран. Но, с другой стороны, есть куда расти и есть кого догонять. Об этом, а также, прежде всего, о состоянии малого и среднего бизнеса в нашем городе, мы будем сегодня говорить с Александром Сиреном Романенко, председателем общероссийского регионального отделения, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здравствуйте! Здравствуйте! Правильно я назвал? Александр Сиренович, вы у нас в этом статусе главы регионального отделения, впервые в эфире, а зрители, наверное, напомнят, что 9 сентября она была избрана единогласно. В чем редакция, или в чем редакция, вас сердечно и поздравляет. О вашей деятельности на этом посту мы поговорим, туда уже, ближе к финалу передачи, а сейчас к рабочим нашим моментам. Вы только что вернулись, в общем, на Севастопольскую землю из такой дальней командировки на севера России. Вот программатика этой поездки. Я не думаю, что это были только туристические цели зимой-то, а с Крыма. Пожалуйста. Я 26-27 ноября поприсутствовала в Мурманске на съезде Совета региона в опору России, в ходе которого представители бизнеса и власти обсуждали острые проблемы и другие антиковидные меры, ограничительные работы МСП в регионах, поддержку молодежного предпринимательства, другие вопросы. Мероприятие проводилось совместно с правительством Мурманской области и генеральным партнером Совета регионов выступал Сбербанк. Что хочу сказать, что хотя это крайний север, это Арктика, там уже началась полярная ночь, там минус 25-27 температура, но в целом наши регионы очень похожи. И проблема на самом деле Мурманска и Севастополя, и города сами очень похожи, оба города-герои. То есть бизнес в климате один и тот же, да? И бизнес в тематике, кстати, очень похожий, хочу сказать. Что это и города-герои во время войны пострадали очень сильно оба, и порт и там, и там тоже большой. У нас под санкциями порта у них нет. А у них нет, да, это немаловажно. Там, кстати, очень много судов с ближайшей Норвегии, Финны и так далее. И, конечно, там большая российская армия тоже присутствует. И также очень насущные проблемы и самого бизнеса, в том числе, например, в сезон, то, что там даже озвучил губернатор Мурманской области, он был и сделал такой небольшой доклад на этом совете о том, что в сезон рыбу по дешевой цене на прилавках не купишь, что, в принципе, и схожа с нашим. И также самое очень тяжело с кадрами уезжают точно так же, как и у нас. Хотя у нас прекрасное место для развития и тепло, и хорошо в Мурманске, наоборот, холодно. Но, тем не менее, видите, уезжают люди с полуострова, там, с Кольского, здесь, с Крымского, на большую землю и недостатка в кадрах, большая проблема. Хорошо. Ну вот мы пережили, значит, ноябрь месяц. Как малый и средний бизнес, вот, в общем-то, пережил этот ноябрьский местный локдаун? Бизнес пережил, вы знаете, да, бизнес остался на плаву, но в целом, конечно, ситуация тяжелее, чем прошлый локдаун пережил бизнес. Даже вот по отзывам самих бизнесменов есть какая-то там, такая, знаете, прослойка жировая, которая заканчивается... Которая уже нет. Которая заканчивается, как правило, вот к сезону, это ближе к февралю, то есть потихоньку уходит, да, там, то, что заработали за туристический сезон, заканчивается в феврале, то у многих она уже закончилась, и очень тяжело. И бизнес, да, он выживет, да, где-то пострадает, кто-то набрал кредитов, кто-то там сократил штат, но, тем не менее, бизнес живет. А вот о государственной поддержке много говорили, особенно в первой локдаун, тот всеобщий, да, а вот ныне какая помощь была оказана государством, была ли оказана и кто ее получил? Нет, помощь была государством оказана, в целом на федеральном уровне хорошо сработали, потому что это была и поддержка, как я уже сказала, и в кредитах под очень хорошие проекты, проценты, и выплаты МРОД пострадавшим отраслям, и, то есть, поддержку у нас, Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства оказывал, который находится в центре мой бизнес, гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе, микрокредитная компания, фонд микроэфферненсирования субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, в целом, федерально сработали хорошо и поддерживали бизнес, в принципе, да, но... Но если жировая прослойка истощилась, значит... Вы понимаете, даже тот же локдаун, те же рестораторы, самые большие пострадавшие отрасли, это туристическая и общепит. И вы понимаете, сокращение в том же общепите прихода гостей на 90%, ну, тут никакая поддержка, конечно, не поможет. Потому что вы сами, наверное, видели, тут статистика статистика, но мы все заходили в рестораны, в бары и видели, что там никого нет. Вы знаете, тут рядом находится у вас Санторини ресторан, вот я мимо шла, как раз в период локдауна, и официант разламывал сахарные подпектики и что-то там посыпал вокруг. Я была удивлена, он говорит, нет, нет, это у нас такой ритуал, мы тут приманиваем людей. То есть уже до шаманства некоего доходило. Ну, в принципе, нет, ситуация тяжелая, и с теми же ограничениями у нас они, по крайней мере, сняты. Вот на том же съезде присутствовали представители бизнеса порядка 40 регионов нашей страны. Есть еще более жесткие. Есть еще более жесткие, но в том же Мурманске ограничения до 11 так и остались. И в кафе, и в ресторанах, да и другие регионы рассказывали, там, конечно, более жесткие вещи. И в том же самом и отъеме бизнеса, и более жестких ограничениях и так далее. То есть у нас, в принципе, если с этой стороны посмотреть на фоне общей ситуации, то у нас помягче. И нас слышит правительство, и, в принципе, поддерживает инициативы, которые исходят от бизнеса. Но вот, например, есть такие моменты, как указ, который первый вышел по ограничительным мерам, он же у нас вышел 13-го, а вступал с 15-го октября, и 14-го шло обсуждение. Так вот, есть многие моменты, это первый. Но, собственно, была вторая редакция, и там очень много было рекомендаций Роспотребнадзора, до поправок, которые не совсем давали возможность легально работать бизнесу. В принципе, мы понимаем, меры нужны, понимаем, мы педим обстановку, которая есть. Никому не хочется увеличения количества смертей или количества заболевших. Все это понятно, все это правильно. Но, тем не менее, там уже хотелось бы... Как-то не должны ни грань здравого смысла пересекать. Я вот не понимаю, да, когда до 11-ти что у нас можно, значит, ресторатором работать, ну, где-то, да. А после 11-ти нет. Что, после 11-ти ковид буйствовать начинает? Вот сама постановка вопроса дикая, в общем. Это для проформы делается, чтобы доложить центру, что приняли меры и все. Но здравый ту смысл отсутствует в таких ограничениях временных. Там был ряд таких ограничений, которые, например, мешали нормально работать производством. Там, где просто рабочие. И так получалось, что нам 50% рабочих надо было убирать. Я за то, чтобы, если есть ограничительные меры, мы же видим, что происходит вот с этой ковидной обстановкой, да. То есть, эта ситуация уже пятый, на пятый круг. Да, да, да. И я не исключаю, что будет и шестое, и седьмое. Надо в этих реалиях научиться работать. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы тот же Роспотребнадзор делал какие-то, ну, я не знаю, какие-то пресс-конференции. Или еще какие-то такие моменты, чтобы мы могли обсудить с бизнесом, опять-таки, от каждого. То есть, гласность в работе контролирующих органов, я так понимаю. И взаимопомощь, взаимопонимание. Взаимопонимание, да. Вносить те поправки, которые, допустим, не нарушая ограничительных мер, не нарушая законности, давали возможность бизнесу нормально работать. То есть, прислушиваться к бизнесу на старте. Не потом приняли закон, а потом вносим, вернее, указ, а потом вносим поправки. А поправки вносить до принятия каких-то ограничительных мер, обсуждая с бизнесом. Да, да, 7 раз отрежут, а потом думают, понятно, да. Вот смотрите, вот исходя из нашего предыдущего, так сказать, куска разговора, есть ли, в общем-то, в Севастополе, у малого бизнеса сферы, ну, если можно так назвать, непотопляемые, что ли, в условиях ковида, либо, ну, такие, которые будут развиваться при любой волне вот этих антиковидных мероприятий? Я понял так, что туризм нет, сферы общественного питания нет, остается только производство. Я вам хочу сказать, что, наверное, в такой ситуации, которая сейчас оказывается и Крым, и Севастополь, и Россия, и целый мир, прекрасно может развиваться только одна сфера, это медицинская, потому что принятие и маски, и лекарства, и так далее. Ну, это так, в шутку, но... Нет, а почему? В каждой доле есть. Вы понимаете, чем крупнее бизнес, тем легче пережить бизнесу все эти ограничительные меры, в том числе и локдаун. Я была генеральным директором компании «Новоцентр», вы, наверное, знаете. Знаю, конечно. И, например, компании «Новоцентр», у которой полторы тысячи сотрудников пережить вот эти кризисные меры, или же какому-нибудь ИП, у которого там 3-4 сотрудника. Это очень две большие разницы, как говорят, да? У нас на самом деле, наш Севастополь стоит на малом и среднем бизнесе. Порядка 90% в городе, вообще от всего частного бизнеса, это малый и средний. Крупного частного бизнеса у нас не так много, это там, наверное, где-то около 30 компаний. Вот крупная компания тяжело придется, но, тем не менее, пережить легче. А вот всем остальным, чем меньше бизнес, тем больше уходит... Тем он уязвимый, да? Тем более уязвимый, тем больше уходит от статей расхода. Это зарплата и аренда. У малого бизнеса они самые существенные, и тяжело выплачивать зарплату и аренду, когда нет посетителей, или не стоит торговля. Вот в таких ситуациях сложно. Вот исходя из вашего предыдущего спича, я понял, что доля МСП, малого и среднего бизнеса в экономике города, сегодня, в общем-то, приближается к тем мировым показателям, 70%. Так я понимаю, да? Нет, ну что вы. Я сказала, доля малого и среднего у нас большая, у нас велика. Я имею в виду от всего частного бизнеса, это юридические лица и по самозанятые. Это по количеству, да? Да, по количеству. Тут не... Это я и говорила. Ну, действительно, если посмотреть статистику, посмотреть по компаниям, так оно и есть. Хорошо, вот смотрите, в прошлый ковидный период, или в ковидный период прошлого года, то вот по итогам года наблюдалась такая странная или страшная, наверное, демографическая картина. На одно, вновь зарегистрировано предприятие малого и среднего бизнеса. Происходило два банкротства, то есть два предприятия закрывались. Сейчас лучше или хуже обстановка? Я понимаю, что это, опять же, вот та статистика, которую намеренно или не намеренно, я не знаю, как скрывает. Там методики меняют постоянно, да? И вроде вот все красиво. В январе прошлого года Росстат изменил методику, и в Севастополе сразу бизнес вырос на 6%. Раз, методику поменяли, все прекрасно. Какие мира ощущений в этом плане у вас возникают в нынешнем ковидном периоде? Я не могу сказать, что мне известна такая статистика, как вы назвали. Вот я, в принципе, о такой не слышала. Но то, что бизнесу пришлось туго, это да. Но есть части П, которые переквалифицировались в самозанятые, например, и такое есть. Есть сокращение, кто-то закрыл один бизнес, открыл другой бизнес, то есть открыл другую компанию. Вот такие примеры я знаю, но вот за 9 месяцев из той статистики, которую мы имеем, за 9 месяцев в бюджет города Севастополя от малого и среднего бизнеса поступило 6 триллионов 360 миллионов рублей. Это 42,6% от всех налогов города Севастополя. То есть на чем, собственно, город держится, понимаете, на малом и среднем бизнесе. Если сравнить с прошлым периодом, то рост он есть, потому что за полный 2020 год, по статистике, опять же, малый и средний бизнес принес в город до Севастополя 6 триллионов 586 миллионов рублей. Это 53,4 от всех налогов города. Ну, наблюдается рост самозанятых, то, что у нас там легализовались. Да, слава богу. В том числе он коснулся же малого и среднего бизнеса, той же туристической сферы, да, тельгеров, так называемых, сферок, которые были теперь, которые выходят, в общем-то, из тени. И выгодно, наверное, это, и более спокойно так работает. Я так думаю, да. Хорошо. Вот правительство, несмотря на такие сложные, да, ковидные условия, объявило стратегию развития в городе, ну, модное, уже лет пять слово, да, словцо такое, кластер, рыбообрабатывающий рыбного кластера. Вы принимали участие в разработке вот этой стратегии, да, и кто из ваших предпринимателей, или я имею в виду, сколько предприятий, если такие данные есть, такая информация существует в загале, вообще, да, примут в реализации вот этой стратегии, ну, в перспективном будущем хотя бы, или в ближайшем будущем. Наши предприниматели не принимали участие в разработке данной программы. И пока из этой сферы только один человек у нас есть, известный в городе, Сергей Татко, он выращивает мидии. Ну, вот пока у нас так вот, с рыбным кластером нет взаимодействия. Да, поэтому, когда появляются в стратегии такие интересные вещи, как рыбопроизводство, нашу черноморскую рыбу, они вызывают у меня такое дикое любопытство, грубо говоря, нежно выражаясь. Ну, и лупости. Хорошо. Ну, вот, по мнению департамента, я имею в виду разработчика в лице департамента экономического развития, и Севастопольский университет в этом принимал участие, я хотел бы посмотреть рыборазводящие фермы, которые будут калканом, допустим, взращивать. Мне очень интересно, как это будет происходить. Ну, новая стратегия позволит выйти на международный рынок. А как вы к этой идее относитесь, учитывая, что мы санкционная территория? Я отношусь к этому положительно, но, учитывая то, что мы санкционная территория, возникнут некоторые трудности, которые уже многие предприниматели с годами научились обходить. Как? Ну, у нас же все, известно, работают под санкциями, есть свои моменты, но нужно как-то пробиваться, понимаете? Если мир встал против нас, ввел санкции, то нам нужно в любом случае выжалковать и доказывать свою работоспособность и правильные решения. Хорошо. Еще о рыбообрабатывающем кластере один вопрос у меня здесь, в общем-то, приятный, наверное, вопрос для жителей будет. Стратегия имеет еще и социальную, там, одна из подпрограмм социальную направленность несет. Губернатор поручил проработать установку социальных цен на некоторые виды продукции. Это созвучно с тем выступлением мурманского губернатора, о котором вы говорили. И возможность запустить этот проект буквально к Новому году, это был бы хороший подарок, наверное, жителям города. Конечно. Как вам видится, учитывая ваше директорское прошлое, как вам видится финансовый механизм реализации этой идеи? Кто должен доплатить? Кто должен доплатить со стороны? Ну, нужно привлекать инвесторов в Крым. Однозначно, это хорошее место для развития. Кстати, вот учитывая то, что по санкциям инвесторы плохо заходят, понимаете, вот это большой минус. Хуже, допустим, тем, что... Вы говорите, что там Сбербанк организовал, да, мероприятие? Ну, да, да, у нас это... Мог бы к нам зайти, мы... Это навряд ли, вы же понимаете. Я понимаю, Граф, да. Но новые, это новые рабочие места. Это, в любом случае, производства должны открываться, чем больше, тем лучше. Вы помните, насколько сильна была советское прошлое, насколько советская страна была сильна именно производствами по всему СССР, которые вот в 90-е начали разваливаться и закрываться. Здесь у нас тоже есть вертолетные заводы и так далее, не буду всем севастопольцам это все известно. Конечно, знаковые мероприятия, завод Ленина, Севморзавод. Даже не хочу. Страшное звучание приобретать. Страшное звучание, да. На самом деле, возрождение производства, ну, не всем же быть, понимаете, блогерами, менеджерами. Сто раз с вами согласен. Вот смотрите, недавнее прошлое Севморзавода, да, когда численность была совершенно небольшая, там 400, я работал с этим предприятием много в украинское время, когда численность небольшая завода, там около 500 рабочих всего лишь. Но на каждом судне работало еще такое же адекватное представительство мелких и частных фирм, которые выполняли свою работу, выполняли качественно, и сюда выскакивали, как пирожки горячие. Можно было? Существование мелкого и нормального крупного бизнеса приносило положительные плоды. Почему это вот сейчас? Нет, я не знаю, откровенно говоря. Я думаю, что малый бизнес поддержал бы эту идею, да, подряда, тем более, вот, да, примеры, вот, ненавистные нам Соединенные Штаты, у них в военно-промышленном комплексе, да, малого и среднего бизнеса составляют 75%, ребят. Это тайна-тайна, да, которая все равно допускается малый и средний бизнес, которая очень-очень дополняет общую картину. Поэтому я думаю, что да, вы правы. Это очень хорошо, что вы правы, надо развить. Видите, хочет развить рыбный кластер и все-таки смотрит в эту сторону и делает в эту сторону определенные шаги, это прекрасно. Да, правильно, но у нас традиционные виды, вот, мы говорили, что, ну, в такой самой сложной ситуации оказалась сфера общественного питания, сфера туризма, да, вот эти ограничения, да. Вот по стратегии экономического развития, которую принимало еще прежнее, да, правительство, там, Овсяниково, до 2030 года, все жительилось на трех столпах, да? Да. Судостроение, судоремонт, сельское хозяйство и туризм, и туризм, да. Ну, судоремонт, там, ясно, там, какие-то вот телодвижения идут, но все на месте, да. С сельским хозяйством губернатор недавно там высказал свое фе руководителям департамента, что они занимаются только винной составляющей этого бизнеса. А на самом деле это не так, и никогда так не было в городе. Город обеспечивал продовольствие без опасности полностью четырьмя совхозами общего профиля, да, и только три там были винного или виноградарского профиля, остальные были многопрофильные хозяйства, нормально все было. Ну, как-то, чтобы в советское время и сходили, надо же, наверное, это вот возрождать, и туда опять же мелкий бизнес запускать. Кстати, как у вас с сельским хозяйством-то, в вашей организации? У нас с сельского хозяйства немного, ну, есть кто. Давайте займемся. Очень интересно, и на это выделяются и гранты, и помощь государства, в том числе, на развитие сельского хозяйства. Вы знаете, очень много земель стоят пустыми, а если выделяется земля недобросовестным арендаторам, то они стараются перевезти эту землю из сельхоза в другое назначение и продать там на какие-то мелкие частки. Очень хотелось бы, потому что, ну, понятно, что если нет сельского хозяйства, это и крупного рогатого скота и так далее, и так далее меньше, потому что нужно кормить, соответственно, это молоко и остальная промышленность, которая с этим связана, мясо и молоко. Тем более у нас открыли молочные фермы, это было бы очень даже кстати. Я, безусловно, как и любой здравомыслящий человек, и думаю, любой севастополец поддержит за развитие сельского хозяйства. У нас есть предприниматели, которые выращивают что-то сами в теплицах, это нельзя назвать сельским хозяйством, но, тем не менее, есть интересные проекты, которые вот за последний год развились, поставляют там. Есть у нас замечательные девушки, они микрозелень поставляют в наши рестораны, выращивают, это тоже сейчас полезное питание. Мы же за полезное питание. Безусловно, безусловно. Есть разного рода интересные проекты, которые стоило бы развивать. Смотрите, правительство приняло еще одну, в общем-то, стратегическую программу, программу развития туристической отрасли, вернее, это, ну, не совсем программа, это внесение дополнений изменений в постановление, которое в свое время породило эту программу, и все же. Вот ваше отношение к новой стратегии, опять же, в рамках вот этой обстановки, ковидной обстановки в нашем регионе. Я тоже там посмотрел, там упор на цифры делается, причем, ну, они просто сомнительные, сами по себе звучат. Вот нашел, да, туристический поток, там предлагается в одном, одна такая цифра, вот не запала, в памяти, значит, до двух миллионов человек в день. Ну, я не знаю, какой город должен быть, чтобы носить такой турпоход. Туристические наплывы сюда. Ваше мнение, вот в условиях ковидных возможно ли стратегическое развитие отрасли? Если да, то в каких направлениях именно? То есть, все-таки речь пойдет о смягчении, наверное, антиковидных мероприятий или нет? Однозначно хотелось бы смягчения антиковидных мер, потому что действительно жесткие ужесточения, тем более локдам, он убивает бизнес. Я понимаю, что здесь здоровье людей на первом месте, но хотелось бы находить какую-то золотую середину, в которой бы и бизнес мог существовать, ну, и безусловно, соблюдать. И волки сытые, и овцы целые. Знаете, бизнес все время так работает, так и не выживешь. Чтобы удержаться на плаву мелкому и среднему бизнесу, нужно очень много, знаете, там, очень много кем быть, в каких ипостасях, чтобы удержать все. И волки сытые, и овцы целые, как вы говорите. Да, новый закон, новое постановление, извините, по развитию культуры и туризма. Там всего 143 страницы, касающиеся именно развития туризма, это с 50-й по 62-ю страницу. И там, если так почитать, то очень напоминает другое такое же постановление, какое уже там упомянули, это программа развития туризма 2017-2020 год. И в новой программе намного больше численных показателей, целевых индикаторов, которых нужно стремиться к 2025 году, чем в старой программе. Там примерно, наверное, около 16, в старой это 3. Но, тем не менее, есть такие, которые там вызывают удивление. Например, увеличение в новой программе, увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов там на 1135,7 тысяч человек. Вернее, в старой было, а в новой уже 750. То есть мы или увеличиваем, или уменьшаем. Куда мы идем. Куда мы идем, посмотрели на новые реалии и решили не увеличивать. То есть рост тут сомнителен по сравнению со старой программой. Также есть по повышению квалификации занятых в туристической индустрии цифра меняется с 2,3 тысяч до 2,8. То есть, получается, все у нас заняты в сфере туризма. Ну, посмотрим к 2025 году. Также к 2020 году было запланировано 10 туристическо-информационных центров. К 2025 запланировано, как вы думаете, сколько? Не знаю. Все так же 10 туристическо-информационных центров. А сколько сейчас, мы, например, не знаем. Посмотрите, крайне мне неудобно, я не люблю даму, тем более в эфире перебивать. Ну, временно, что про арабы не поверите и стекло. Поэтому о ваших планах работы личных и вашего аппарата мы поговорим в следующий раз. Хорошо, не будете обижаться, да? Ну, хотелось бы. У нас есть много интересных программ, много чего рассказать. И много инициатив. Моментально принимайте мое приглашение. Я так понимаю. Я согласен. Ну, а зрителям, спасибо большое. А зрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях была Александра Сергеевна Романенко, представитель Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России. Спасибо вам большое. Хочу вам пожелать, вам и вашим коллегам, естественно, неизгибаемой воли и упорства в борьбе за выживаевость малого и среднего бизнеса. Ну, и, конечно же, оптимизма. А завершить программу хочу крылатой фразой моего великого земляка Оскара Уальда. Большинство людей терпят банкротство, потому что вкладывают слишком крупный капитал в прозу жизни. Разориться на поэзии, по крайней мере, почетнее. Все. Всего вам самого доброго. Берите себя и свои семьи. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok